Что за растение абриета? Среди вечно зеленых садовых культур особое место занимает именно абриета. Это цветковое растение не требует специфических условий ухода, отлично приживается даже на обедненных почвах и обладает небольшими, но многочисленными соцветиями. В этом ролике вы ознакомитесь с описанием популярных видов и сортов абриеты. Подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарий. Ну а мы продолжаем. Абриета или аубреция относятся к многолетним вечно зеленым травянистым растениям из семейства капустных. Эта цветковая садовая культура отличается небольшой высотой до 20 см, а также маленькими соцветиями розового, пурпурного, белого или лазурного цвета. Листья абриеты бывают наделены зубчиками или обладают цельной структурой. Период цветения этого многолетника проходит в два этапа. Первый в зависимости от сорта приходится на конец весны или лета, второй на начало или середину сентября. Сегодня эта культура активно выращивается именно в декоративных целях и часто используется в создании ландшафтного дизайна садов, лоджий и дачных участков. На сегодняшний день учеными выделено около 17 самостоятельных видов абриеты, однако садоводы активно используют сортовое разнообразие всего двух из них, это дельтовидную и культурную разновидности. Далее будут рассмотрены ключевые особенности этих видов, а также основные сорта абриеты и их внешние признаки. К виду дельтовидной относятся низкорослые сорта до 15 см с кистевидными фиолетовыми или сиреневыми цветками до 1 см в диаметре. Листья бледно-зеленые, яйцевидной формы, с характерными зубчиками. Разновидность отличается продолжительным периодом цветения, который приходится на начало лета или конец весны. Это один из самых старинных видов абриеты. Впервые он стал выращиваться еще в начале 18 века. Именно из этого вида были образованы все существующие сорта гибридной аубреции. К группе культурной относятся все гибридные сорта этого растения, которые не превышают высоту более 20 см и отличаются отличной зимостойкостью. Кроме того, эта разновидность характеризуется небольшими продолговатыми листиками, которые немного зазубрены на кромке. Цветы отличаются большим количеством соцветий лилового или пурпурного цвета диаметром до 10 мм. Разновидность включает в себя махровые и стандартные сорта, а также культуры, которые могут выращиваться и в открытом грунте, и в условиях квартиры. К самым распространенным сортовым культурам гибридные абриеты-садоводы относят несколько названий. Каскадные. Эти растения обладают соцветиями пурпурного, розового, лазурного или красного цвета с характерной желтоватой сердцевиной. Отличительной чертой этого сорта является сохранение цвета побегов и листьев на протяжении всего года. Даже зимой эти цветы сохраняют свою зелень. Сорт также можно узнать по серо-зеленым листовым пластинам. Лазурный берег. Особенностью этого сорта является продолжительный период цветения, который длится в течение двух первых летних месяцев, а затем продолжается с середины сентября до наступления зимних заморозков. Такое название сорт получил благодаря лазурному или небесному оттенку маленьких цветков. Листья у этого растения тоже маленькие, светло-зеленого цвета. Чарующий морока. В отличие от других сортов это растение обладает пышными бутонами насыщенного красного, голубого или розоватого цвета. Отличительной чертой являются крупные цветки до полтора сантиметра в диаметре. Цвет листьев светло-зеленый. Сорт абриеты пурпурный каскад отличается небольшими продолговатыми листиками с зубчиками по кайме, а также маленькими пурпурными соцветиями до сантиметров в диаметре. Сорт популярен благодаря большому количеству ярких цветков, а также продолжительному периоду цветения полтора месяца, который начинается в мае. Этот цветок предпочитает открытые солнечные участки с нейтральными, обедненными и легкими почвами и хорошей водопроводимостью. В осенний период цветения возобновляется и продолжается до заморозков. Сорт Кэмпбелл – это пышное низкорастущее растение до 10 сантиметров с большими фиолетовыми или лазурными соцветиями до полтора сантиметра в диаметре. Период цветения также приходится на май и продолжается от одного до полтора месяца, затем возобновляется осенью. Именно с помощью этого сорта украшаются садовые дорожки и бордюры. Гигантский водопад. Представляет собой микс разных сортов абриеты, который отличается фиолетовыми, розовыми или бордовыми цветками до одного сантиметра в диаметре. Включает в себя довольно высокие растения, которые могут вырастать до 15 сантиметров в высоту. Кроме внешних качеств, такие цветы отличаются отличной морозостойкостью, что позволяет им цвести даже в условиях осенних заморозков. С помощью такой смеси окрасок аубрецы и садоводы часто украшают одиночные клумбы, садовые дорожки или бордюры. Синий каскад. Один из самых популярных и пышных сортов в украшении объемных клумб или альпинариев. Характеризуется многочисленными цветками темно-синего цвета с желтоватой или белой сердцевиной. Максимальная высота кустиков до 15 сантиметров. Абриета ценится среди садоводов не только за свою красоту, но и за неприхотливость к условиям высадки и выращивания на клумбе и в домашних условиях. Это сравнительно самодостаточное растение, которое не нуждается в регулярном поливе, отлично обходится без подкормок и любит расти на малоплодородных почвах. Далее мы дадим несколько советов, которые помогут вам при посадке и выращивании абриеты. Абриета отлично чувствует себя под прямыми солнечными лучами, однако к сильному и холодному ветру относится плохо. Садоводы рекомендуют высаживать это многолетнее растение возле кирпичной стены, заборы или пристройки, которые бы защищали аубрецию от резких порывов ветра. Старайтесь регулярно поддерживать благоприятный уровень влажности в приствольном круге абриеты. Это растение не терпит застоев влаги, но и не сможет порадовать вас обильным цветением в сухой почве. Полив проводится утром или вечером, чтобы избежать попадания на мокрые листья и корни солнечных лучей. Поливать нужно отстоявшейся водой после полива почва возле куста обязательно рыхлиться и очищается от сорняков. Для сохранения влаги на более длительный срок возле аубреции организуется слой мульчи 2-3 см из соломы, хвои, коры или перепревшего навоза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok